эксперт диалог 2023 продолжает свою работу и сейчас мы поговорим о том как развивается торговая сеть чижик илья добрый день здравствуйте могу поздравить уже тысячу перевалили да уже приближаемся к 1100 прошлом году вы говорили о стратегической цели открыть 3000 магазинов как вы продвигаетесь с этой цели все ли в планах у нас однозначно в планах продвигаемся быстро бурно рассчитываю что цифра 3000 для вас будет так скажем этапом пути формат жесткого дискантера достаточно активно шагает по стране вы соответственно одни из тех кто эту историю поддерживает потребительское поведение изменилось нет в отношении именно жестких дискантеров и вы сами вот этот формат который формировали некоторое время назад они как-то его приходится докручивать или уже в целом все вы знаете однозначно какие-то тактические изменения вносятся по ходу развития проекта но в целом мы изначально понимали концепцию мы не просто жесткий дискаунтер жесткий дискаунтер с точки зрения глубины широты ассортимента с точки зрения очень низкого уровня цен с точки зрения качества мы магазин представляющие товары уровня брендов лидеров рынка но по значительно более низким ценам поэтому с этой точки зрения мы наблюдаем как потребители особенно в регионах где мы работаем уже второй год третий год как они все больше и больше приобщаются к концепции все лучше и лучше понимают ее вот и с этой точки зрения мы очень довольны вообще что можете сказать про вашего классического потребителя вот покупатель который приходит к вам кто он вы знаете наш потребитель я бы сказал все я выделить какую-то одну конкретную целевую аудиторию это люди которые рациональны это люди которые не хотят переплачивать другой стороны это люди которые еще какие-то уникальные товары потому что большая часть наших собственных торговых марок это уникальные товары соответствующие лучшим стандартам брендов лидеров рынка зачастую превосходящие самых бренды лидеры рынка вот поэтому плюс мы охватываем всех аудиторий удалось ли найти оптимально бизнес-модель для развития онлайн-канала и все-таки дискаунтеры преимущество тоже это оффлайн точки как здесь сейчас мы понимаем что без онлайна скажем кого это будущее представить себе очень сложно особенно крупные города такие как москва ряд других миллионников поэтому мы весь год тестируем доставку сказать что на сегодня мы уже так скажем мы имеем четкое понимание как модель будет выглядеть а еще нет но мы находимся на пути как по поводу региональной экспансии вас достаточно много уже магазинов не московском регионе а уже за пределы ему на какие особенности можете обратить внимание особенно в части развития именно региональных магазинов в этом год начали с одиннадцатью субъектами федерации для наши магазины присутствовали закончим этот год находясь уже в 44 субъектах федерации да вы выходим западную сибирь до конца этого года причем в этом все начнет происходить буквально через неделю от сегодняшнего дня мы откроем порядка 90 магазинов четырех крупнейших городах запада сибири фактически мы покрыли более 50 процентов субъектов федерации за этот год создали полностью всю инфраструктуру которая необходима для дальнейшего развития и в следующем году нам уже развиваться будет намного легче учреждения в новые регионы это всегда необходимо создать команду открыть распределительный центр обучить команду найти первые магазины быстро и на первые связи в следующий день мы можем констатировать что самые серьезные регионы с точки плотности населения с точки зрения потребительского спроса они фактически уже мы в них уже фактически вошли вот относительно каких-то особенностей я не могу сказать что что есть какие-то серьезные особенности которые бросаются в глаза надо знаешь какие-то операционных вопросов и мелких проблем и по других еще нюансов возникает достаточно много но мы по-другому и не ожидали сдавать гиганта такими темпами как это делаем мы это дело флопа с нами думаю к этому были готовы когда слышишь в четыре раза увеличить количество регионов за какой-то короткий период времени это конечно впечатляет а про стм пару лет назад когда мы только начинали о чиджике говорить у вас еще практически не было стм на полках сейчас уже какой процент занимает вот если говорить про сегодняшний день это 64 процента скаю нашим ассортименте это ассортимент собственных торговых марок если говорить что будет через два месяца это будет уже порядка 70 70 с копейками процентов от нашего садиме то есть фактически ту задачу которую мы ставили перед собой дойти до целевого уровня 70 процентов собственных торговых марок в ассортименте мы ближайшие два месяца и и завершим если говорить про так скажем долю собственных торговых марок в нашем наших продажах до суждения тоже более 50 процентов достаточно стабильно доля прирастает 70 процентов а 90 мы не ставим другую задачу для нас собственно торговый маркет так скажем серьезная часть нашего си випе серьезная часть нашей стратегии но мы понимаем что какое-то количество ассортимент скаю количество ассортиментных позиций будет приходиться на товары комодите те же фрукты овощи которые не не могут быть отнесены собственно торговым маркам какое-то количество приходит приходится и приходится уже на сегодня к товарам и науто это наша зона известная надо успеть вот где мы скажем в течение двух недель продаем товары из разных потребительских категорий мы понимаем что в любом случае у нас останется ряд брендов на полке и надеюсь что если не навсегда то очень надолго потому что как ни крути бренды это то что тоже нужно потребителю в ряде категорий без брендов невозможно быть поэтому мы считаем что 70 процентов доля в ассортименте это сбалансировано это кстати очень сильно коррелирует лучшими примерами дискаунтеров в европе и не только в европе и южной америке поэтому я думаю что 70 процентов плюс-минус это вот наша целевая цифра которая на долгие годы такое останется ну и про поставщиков все-таки на конференции партнеров находимся как сейчас что-то поменялось в работе с поставщиками как целом вы оцениваете пул поставщиков чижик насколько сложно все-таки выбирать узкая полка знаете здесь вопрос с чем сравнивать насколько нам было тяжело там два-три года назад тоже каждый день конечно картина очень сильно поменял уже усилий так скажем наши поставщики плоды так скажем работы с оператором который имеет малое количество скаю но продает это количество скаю в принципе других количествах чем все другие игроки рынка то есть тебе не нужно перестраивать оборудование или не нужно иметь собственный маркетинг по большому счету ты получаешь контракт который безумными темпами развивается там уйдет удвоение 1 3-4 месяца в течение объема поэтому достаточно большое количество предпринимателей в том числе и лидирующих игроков на рынке чаще и чаще начинают нам обращаться с предложениями построить линию построить завод так скажем вступить какое-то стратегическое партнерство однозначно мы хотели бы чтобы таких потенциальных партнеров становилось больше пройдем что вокруг нас выросла целая экосистема производителей я уверен что так оно и будет потому что это как раз путь развития дискаунтеров в общем мире спасибо большое на самом деле это один из вопросов всегда от поставщиков когда мы говорим про то что бренд вроде как уже не надо развивать когда есть сильный игрок который знает как можно и нужно продавать ну что ж вам успехов будем следить за тем когда появится цифра 3000 ну что ж в очередной раз поговорили о чижике и продолжаем следить за тем как развивается сеть а затем какие информационные поводы выдала x5 диалог читайте на страницах сайта retail.ru специально события x5 диалог